Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний наш видеообзор будет о довольно-таки интересной монете Полушка 1730 или же 1731 года Разобрать довольно-таки тяжело, но думаю, что это 30-й год Чем же она так интересна? Дело в том, что эта монета появилась на свет в 1728 году Как же так, спросите вы? Ведь на монете четко отчеканен уже 30-й или 31-й год Дело в том, что специалист NUMISMAT сразу же увидит, что эта монета была повторно перечеканена Если вы взглянете на стандартную монетку с таким дизайном Вы видите, что на рисунке монеты присутствуют детали монеты копейка отчеканенной в 1728 году Почему мы делаем такой вывод? Мы можем увидеть на монете остаток цифры последнего года Восьмерка А монета копейка чеканилась только два года 1728 и 1729 Поэтому мы можем ее датировать Надпись копейка была помещена в крест Он тоже немножко сохранился Над восьмеркой две полоски Под И вот буква А Слово копейка И немножко внизу можно разобрать Остатки буквы К Копейка Надпись была копейка На оборотной стороне тоже есть небольшой остаток от монеты копейка Москва Вот так она была расположена И если вам, не знаю хорошо ли вам видно Осталась полоска И вот где сейчас небольшой остаток зеленой патины Рядом с крылом орла осталась буква А От слова Москва Этим можно так сделать такой вывод Что монета прожила как минимум две жизни Родилась копейкой И осталась уже четверть копейкой Или же полушкой Так как буквально за 2-3 года Стопы монетные изменились И можно так сказать, что она в 4 раза подешевела Ну, если сравнить по номиналу Стоимость данной монеты довольно таки невысока Практически все копейки Москва были перечканены на подобные полушки Тяжело же сейчас найти саму копейку 1728-1729 года без перечканки Данные монеты довольно таки ценятся в нумизматах И стоимость их достигает несколько сот долларов в США В хорошем состоянии ее можно продать и за 200, и за 300, и за 400 Может даже некоторые образцы и уйдут и куда дороже Все зависит от состояния монеты Такие же полушки, конечно же, ценятся куда выше обычных своих собратьев Которые не были перечканены Но все же цена их куда меньше Но все равно данную монету Она стоит как минимум во много раз дороже, чем обычная полушка Другое дело, что сама монета полушка довольно таки распространенная И стоит около 1 доллара Но может быть перечкан удастся продать долларов за 10, может быть 15 Надеюсь, что вам был интересен наш видеообзор Подробное сравнение двух монет крестовой копейки и полушки Вы можете увидеть на стоп-кадре видео Думаю, что вам было интересно послушать данный видеообзор Поставьте лайк под видео Подпишитесь на канал Мир Коллекционера До новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!